Дорога вверх заняла 10 часов. Этот путь на Монблан со стороны Италии в три раза длиннее, чем со стороны Франции. Поклонники горного туризма называют восхождение на Монблан экстримом в самом центре Европы. Но этот экстрим европейский со всеми удобствами – трамваем и канатками, возносящими на высоту более чем 2000 метров. Во время восхождения то, что прям бросилось в глаза, это видели несколько, над нами прям постоянно летали вертолеты, три разных вертолета. Это то, чем существенно Альпа отличается от нашего, например, Кавказа, системой безопасности и инфраструктурой безопасности. То есть в случае какого-то несчастного случая очень быстро прилетает вертолет и спасают они в основном только вертолетом. И высоты позволяют, ну, соответственно, и наличие техники. До вершины Монблана хватило сил дойти не у всех участников. Всего в группе было 9 человек, двое сошли с маршрутом. После первой остановки ночлега в хижине Ганелла на высоте 3000 метров одна из участниц приняла решение прекратить восхождение. Не смогла отдохнуть и восстановить силы. Еще одна участница поднялась до отметки 4300 метров и осталась в аварийной хижине. Алексей Лихобавин рассказывает, все трудности пути компенсируют красивые горные виды. Пока восходили, прям очень запомнилось. В какой-то момент мы перевалили там очередной этот холм, если его так можно назвать. И на небе, абсолютно голубое небо, и на нем три белых черты от самолетов, от двигателей самолетов, пересекающих друг к другу. И это просто завораживающаяся какая-то картинка была. Вниз спускались быстрее. Уже через 8 часов группа в полном составе вернулась на кемпинг у подножия гор в город Аоста. Уже 12 августа Алексей Лихобавин уезжает во Францию. Он планирует подняться на Монблан со стороны деревушки Шамани. Это знаковый маршрут. Шамани считается родиной альпинизма.